Здравствуйте! Меня зовут Светлана Подлепалина, я тренер клуба Frau Fitness и практикующий врач-эндокринолог. Сейчас мы с вами поработаем немного над зоной шеи. Актуальная тема для тех, у кого есть постоянные боли в шее, ощущение напряжения, может быть, даже головные боли к концу рабочего дня. Если у вас есть диагноз головные боли напряжения, то этот комплекс однозначно для вас. Работать можно при любых условиях, главное, чтобы вы могли сидеть на рабочем месте дома, на диване, как вам удобно. Важно, чтобы вы могли сесть ровно и вытянуться, избегая сутулости. Начинаем с того, что мы с вами оттягиваем плечи вниз, макушкой продолжаем вытягиваться наверх, сохраняя осевое вытяжение и начинаем работать. Наклоняем голову в сторону, правым ухом я начинаю вытягиваться наверх, а плечом вытягиваться вниз, создавая активный стрейчинг по боковой поверхности шеи. Можно здесь засечь порядка 8-10 секунд, как вам удобно. Высчитывайте время, ориентируйтесь на ощущения, где-то можно подольше, если вы понимаете, что вам хочется. Это не запрещается. И начинаем работу. Аккуратно смещаем голову вперед и назад. Работа по направлению полукруга, не доходя до центра. Все так же сохраняем оттянутое вниз плечо, активно вызываем растяжение мышц. Все осторожно. А если есть какие-то проблемы исходные, может быть, грыжи, болевой синдром, все равномерно. Возвращаемся обратно. То же самое в другую сторону. Также вытянитесь ухом наверх, плечом вниз. Активное растяжение. Считаем 10-15 секунд в статике. И добавляем динамику. Все осторожно. Возможно, с одной стороны, ощущения будут более выраженные, болезненность будет больше. Это нормально, не переживайте. Можем сесть перед зеркалом, чтобы оценить, насколько хорошо тянется шея справа или слева. Сделали несколько повторений и вернулись. Уже сейчас вы должны себя почувствовать чуточку лучше. И мы добавим такой массаж на эту зону. Делаем то же самое. Наклон повторяем. Оттягиваем плечо. Противоположной рукой берем себя за трапецию, за верхнюю порцию трапеции. Начинаем так сжимать, так прям жамкать, если можно так выразиться. И продолжаем движение головой. Вперед и назад. Здесь также можно порядка 10 повторений сделать. Я вам покажу на другую сторону. Все то же самое. Немножко смещаете руки. Ориентируйтесь на то, как вам хорошо. Возьмите какую-то зону, которую вам хочется занять больше. Это будет нормально. Пожалуйста, используйте. Хорошо. Вернулись. Теперь нам с вами нужно отработать места крепления верхней порции трапеции. Мы будем работать с затылком, точнее зоной под затылком. Большие пальцы нам нужно поставить на сосцевидные отростки позади уха. Это такая выступающая часть черепа позади ушей. Большие пальцы ставим. Прижимаем эту зону и начинаем, придавливая мягкие ткани, смещать пальцы к центру. То есть ваше направление от периферии к центру. Работаем несколько повторений. Здесь, возможно, у кого-то будет выраженная болезненность, ничего страшного. Темп возьмите тот, который вам будет в комфорте. Но главное, не торопитесь. Дайте возможность своим пальцем отработать мягкие ткани максимально эффективно. Порядка 8 повторений сделать смело можно. И еще разок. Отлично. Дальше мы с вами будем работать с поворотом. То есть мы немножечко с вами освободили мышцы от напряжения. И теперь нужно добавить мобильности в зоне шейного отдела позвоночника. Фиксируемся по центру и начинаем поворачивать голову из стороны в сторону. Не нужно делать какие-то насильственные движения, чтобы плечи поворачивались за движением головы. Нет. Амплитуда небольшая. Нам просто нужно наполнить нервной системе, куда у нас с вами должна вообще, в принципе, поворачиваться голова. Не запрокидывайте ее. Все так же в нейтрале. Центр макушки у вас обращен точно наверх. Это порядка 18 повторений. Этого здесь будет достаточно. И последнее упражнение. Это скорее упражнение со звездочкой. Особенно для тех, кто хорошо с воображением. Можно даже закрыть глаза. И представить, что ваша голова – это воздушный шар. Таким образом мы с вами будем работать на таком, на более глубоком уровне. И заставлять мышцы более, ну, скажем так, более детально расслабляться. Мы закрываем глаза. Представляем, что наша голова – воздушный шар. И позволяем ей двигаться из стороны в сторону, как хочется. Как будто бы сейчас дует ветер, и наш воздушный шар красивый, яркий начинает смещаться из стороны в сторону, в зависимости от того, куда дует ветер. Здесь вообще отдайтесь этому упражнению. Можете потратить на него полминуты, минуты, пару минут. И это так просто для того, чтобы дать возможность шеи окончательно расслабиться. Отлично. Ну что, друзья, большое спасибо, что были с нами. Повтор этого видео всегда можно посмотреть на сайте Астрахань24 и в Инстаграме клуба Фрау Фитнес. Пока!